всем привет меня зовут александра краснобаева в этом видео уроке я хочу вам показать как вязать очень популярный узор соты вот так он выглядит давайте начинать вот так выглядит этот узор он очень объемные красиво смотрится и на мелких спицах и из мелкой пряжи и из более крупной может служить самостоятельным узором для любых изделий мужских женских и детских а также может быть использован для свитера с аранами где вы можете вязать несколько разных узоров и заполнить какую-то часть этим узором соты давайте вместе его свяжем вот так выглядит этот узор с близкого расстояния на него кстати идет достаточно много пряжи поэтому будьте готовы давайте рассмотрим схему схема очень просто кстати ссылку на схему я скину в описании под видео вы сможете ее посмотреть раппорт узора состоит из восьми петель все петли у нас лицевые в изнаночных рядах вяжем изнаночными петлями в первом ряду мы делаем переплетение сначала 2 на 2 с наклоном вправо потом 2 на 2 с наклоном влево изнаночный ряд вяжем изнаночными третий ряд мы делаем наоборот переплетение 2 на 2 с наклоном влево а потом вправо и 4 все изнаночные петли это количество рапортов вы можете вязать не ограниченное количество раз чем больше будет рапортов тем интереснее будет выглядеть этот узор давайте начнем я уже провязала 1 раппорт этого узора раппорт 1 у меня высоту это 4 рядочка а в ширину я взяла 2 рапорта то есть у меня тут 16 петелек плюс 2 кромочные взяла спицы побольше пряжу потолще чтобы вам было лучше видно итак первый ряд мы вяжем 2 переплетения первое переплетение 2 на 2 с наклоном вправо мы берем 4 петельки подхватываем правой спицей последние 2 и все четыре снимаем со спицы не бойтесь главное не потерять вот эти петельки дальше левой спицы подхватываем вот эти две потеряшки подхватили и теперь с правой спицы на левую переснимаем оставшиеся 2 вот таким образом мы сделали переплетение 2 на 2 с наклоном вправо и теперь провязываем 4 петельки лицевыми вам может казаться что что-то не так слишком туго и неправильно но на самом деле вы делаете все верно вот видите петли смотрят вправо значит мы сделали переплетение 2 на 2 с наклоном вправо следующее переплетение 4 петельки 2 на 2 с наклоном влево снова пальчиком помечаем где у нас 4 петельки теперь мы тоже должны подхватить 2 крайние но уже не поверх нашего вязания а позади разворачиваю вязание и подхватываю 2 крайние петельки сзади снимаю все четыре петли с левой спицы аккуратно подхватываю левой спицей 2 снятые петельки вот так и оставшиеся 2 переснимаю с правой спицы на левую пересняла все мы сделали переплетение 2 на 2 с наклоном влево теперь я вижу четыре лицевые петельки снова может показаться что слишком туго что-то не так но вы делаете все верно старайтесь слишком сильно не затягивать вот у нас одно переплетение вправо второе влево и появляется новая ячейка сот давайте еще раз повторим 2 на 2 с наклоном вправо я подхватываю петельки впереди вязание меняю их местами и провязываю 4 лицевые 1 2 3 4 кстати один раппорт этого узора вот эту половинку вы можете использовать как самостоятельно узор в каком-то изделии с разными видами аранов так теперь подхватываю позади все снимаю со спицы 2 оставшиеся подхватываю левой переснимаю с правой на левую и провязываю 4 лицевые 1 2 3 и 4 готова в конце кромочная по краям вы можете добавлять изнаночные петельки чтобы узор смотрелся более объемно переворачиваю вязание и вяжу теперь все изнаночные петельки это будет мой второй ряд провязываю внимательно чтобы не потерять ни одну петлю здесь может показаться что слишком туго слишком плотно но вы делаете все верно не переживайте вяжем внимательно вы можете даже считать чтобы у вас было 8 петелек в рапорте одно переплетение 2 на 2 и переплетение 2 на 2 провязала до конца кромочная и теперь вяжу третий ряд в третьем ряду я делаю такие же переплетения только сначала с наклоном влево а потом с наклоном вправо если влево то мы подхватываем две петельки позади сняли 4 дальше подхватываю две петельки лиц левой спицей и с правой на левую переснимаю оставшиеся провязываю 4 петельки 1 2 3 4 как видите у меня активно работает большой пальчик я им всегда придерживаю петельки чтобы они не потерялись теперь с наклоном вправо ставлю пальчик чтобы ограничить 4 петельки по переду вязание подхватываю две крайние снимаю все четыре со спицы позади подхватываю 2 которые у меня не на спицы и теперь с правой на левую переснимаю две оставшиеся пальчиком большим придерживаю петельки провязываю 4 лицевые 1 2 3 4 вот готово мы связали один раппорт и видите у нас один кружочек 100 одна ячейка уже получилось повторяем эти действия подхватываю позади 2 все снимаю 4 со спицы оставшиеся 2 помещаю на левую дальше с правой на левую переснимаю 2 держу пальчиком и провязываю 4 лицевые этот узор требует внимательности он вяжется не быстро потому что в каждом лицевом ряду у нас переплетение поэтому и пряжи на него уходит много но зато он очень классный теперь с наклоном вправо подхватываю две крайние впереди вязание снимаю все 4 со спицы подхватываю сзади 2 переснимаю ой переснимаю с правой спицы на левую две оставшиеся пальчиком держу и провязываю 4 лицевые 1 2 3 4 готова провязываю кромочную вот что у меня получилось уже хорошо видно как формируется узор переворачиваю вязание и вяжу изнаночный ряд все изнаночные петельки этот узор добавляет объема но если вы вяжете из тоненькой пряжи и тоненькими спицами то этот объем будет незначительный и он наоборот даже придает узору эффектности поэтому не переживайте не волнуйтесь что он слишком объемный на самом деле он выглядит очень красиво и подходит абсолютно на любую фигуру так провязала изнаночный ряд и вот что у нас получилось мы можем сравнить с моим образцом который связан спицами потоньше и пряжа у него тоже немножко потоньше вот так выглядит этот узор если вам понравилось это видео обязательно нажимайте мне нравится делитесь этим видео со своими друзьями а также не забудьте подписаться на мой канал